Принципы успеха Короткое 30-минутное приключение в 8 эпизодах Эпизод 2. Пойми реальность и живи с ней Жизненный путь, который вы выбираете, является самым важным решением. Я хотел, чтобы моя жизнь была прекрасной. Скуки и посредственности я боялся больше, чем неудач. Начинал я без денег и мне не нужно было большего, чем кровать, чтобы спать и пища, чтобы есть. Я мог асимметрично изменять свои решения. Даже когда я был ребенком я бегал за тем, чего хотел, падал, вставал и бежал снова и снова падал. Каждый раз, когда я падал, я чему-то учился и справлялся и падал все меньше и меньше. Делая это снова и снова я научился любить этот процесс и даже падение. Благодаря этому я стал понимать реальность и научился жить с ней. Это вдохновило меня на еще один из моих основополагающих принципов. То есть, истина, это основа для получения хороших результатов. По правде говоря я не имею в виду ничего кроме того как работает мир. Я считаю, что нам даны законы реальности по природе. Люди не создавали их. Но мы можем использовать их для развития нашей собственной эволюции и достижения наших целей. Осознание этого сделало меня гиперреалистом. Под этим я подразумеваю, что я стал одним из тех, кто понял великие награды глубокого понимания, включая работу с реальностью как она есть, а не то как мне хотелось бы. Я считаю, что я гиперреалист. Иногда люди думают будто я говорю, что мечты не могут сбыться. Это абсолютно неправда. Без преследования мечты жизнь становится обыденной. Я имею в виду что это относится ко мне. Гиперреализм. Лучший способ выбрать свои мечты а затем добиться их. Имея большую мечту плюс понимание реальности и плюс много решительности вы получите успешную жизнь. Я считаю, что эта формула верна для всех. Но как выглядит успешная жизнь? Каждый из нас должен решить для себя что такое успех. Меня не волнует хотите ли вы стать хозяином мира или жить под пальмой или кем-либо еще. Мне этого не надо. Каждый из нас выбирает цели основанные на наших ценностях и находит наилучший путь их достижения. Но мы нуждаемся в подходах к принятию решений которые хорошо работают. Особенно, когда сталкиваются с проблемами, ошибками и слабостями которые стоят на нашем пути. Чтобы добиться успеха, мы должны принять наши реалии. Особенно суровые реалии, которых мы не хотели бы в жизни. Сначала понимание этих суровых реалий причиняло мне боль. Но боль была психологической и мои взгляды изменили ситуацию. Я стал рассматривать такие проблемы как головоломки которые могли вознаградить меня за их решение. Они помогли бы решить текущие проблемы и дали бы принципы для решения подобных проблем в будущем. Я стал трактовать боль как признак того, что у меня есть отличная возможность для изучения. Это привело меня к пониманию что боль плюс осознание равно успеху. Медитация была бесценной, помогая мне видеть вещи таким образом. Я обнаружил что когда я успокоился и стал жить в соответствии со своими реалиями и решать их, награды принесли мне удовольствие, а боль стихла. У каждого из нас есть уникальная возможность логически мыслить, чтобы размышлять о себе и о наших обстоятельствах и направить наше собственное личное развитие. Выполнение этой задачи, это не более чем вопрос простого пятиэтапного процесса. В третьем эпизоде мы рассмотрим что это за процесс и как его использовать.